Продолжаем играть в Axion, которую серию пытаемся мы восстановить доверие и прочность корпуса. Падает то-то-то это. В прошлый раз пытался я гонять туда-сюда товары, но процесс идет крайне медленно. Мы не успеваем. И там, и там сделать хорошо. Перенес я в итоге вот эти дома, чтобы вот здесь дорога соединилась. Может быть, с этим связано. Ну, как бы логично. Было бы, что через два узких тоннеля нельзя перевезти там 100 тысяч грузов. Понятно, что они в очередь там будут скапливаться. Очереди, конечно, тут не видать, но чисто гипотетически очередь может быть тут. Вот, соответственно, я сделал третий. И что получилось? Вот эти домики, которые с высоким приоритетом были, достроились. Бомжи пропали. Ну, давай включим. Вот. И туда-назад тоже кое-что улетело. Четыре еды. Ну, было 17. Вот. И железо тоже пошло. То есть, короче, вот сейчас опять есть эти стрелочки. Надо все-таки включать активность. Вот эту. Чтобы было в одном просто включено, а в другом включен именно экспорт. Хотя, как бы, логично просто включить на экспорт, и все, оно вывозится. Неважно, куда оно вывозится. Вот теперь, когда включено все, у нас даже есть здесь уже припасы железа. Заканчивается завод. Так что сейчас у нас еще пойдет переработка этого железосплава. Начнут появляться прямо тут. Тут уже тоже пошла стройка, наконец-то. В общем, кое-как процесс сдвинут. Пока еще голодных мы не можем своих накормить. Но я думаю, что это тоже временно. Так, вот это что загорелось? Нафиг. Не удалось перевести ресурс. Но... В другой сектор. Вот, кстати, начали появляться предупреждения о том, что не получается что-то перевести, потому что до этого просто все стояло, как будто что-то перевозилось, но не очень. Тем не менее, доверие пошло в плюс. Прочность чуть-чуть, но идет в плюс. Как только мы достроим вот эту штуку, прочность у нас начнет нормально отрастать. И уже, я думаю, мы тогда сможем скакнуть. Сейчас мы еще проверим, что у нас там. Тут все добыто. Здесь еще не все перевезли, правда. Но... Возят. Кое-что возят. Давай. Возить активнее. В общем, забрать криокапсулы. Забрать. Ну вот, кстати, тоже раз-раз. Все, докинули. Здесь докинули. Тут уже соточка. В общем, нормально. Теперь процесс пошел. Проход действительно зависел от количества переходов этих. Значит, тут я уже тоже затупил. Вплотную поставив эту штуку. Ее уже построили. Но три прохода у нас останется. Больше так делать не надо. Ну ладно, мы вот этот один проход компенсируем потом этими поездами, монорельсовыми. Позже, конечно, позже будет. Но тем не менее. А вот. А пока... Так, теперь что у нас? Не хватает рабочих, да, походу? Что такое-то? Да нет, хватает. 245 из 236. Рабочих хватает. Стабильность единица. Здесь стабильность минус единица. 60 из 104. Ага. Вот теперь вот нам не хватает рабочих во втором. Начинаем будить. Будить рабочих. Сейчас мы включим эту штуку. Здесь тоже будет не хватать опять. Так, 251, 104. Тут тоже не самое очевидное решение. Вроде как бы, я пишу максимальная численность... А, это численность населения в секторе. Ладно, плодим, плодим людей. Потом будем их переселять. Тут тоже процесс запущен. Все. Ну, и тут не хватает, и там не хватает. Во втором секторе не хватает работников. Из-за этого там немножко недовольства. Ну, вот снова появляются проблемы с транспортировкой. Еще 20 сплавов. Ну, сплавы мы производим уже прямо тут. Тут у нас припасы есть. Все. С этим разобрались. Наконец-то. Наконец-то с этим разобрались. Что еще мы можем здесь собрать? Так, ну вот, я нашел то, чего давно так не видел. А именно углерод. Прочность корпуса. Плюс 4. Доверие снова на минус. Улетело. Ну, потому что нас не хватает тут рабочих. Сейчас мы их будем пересылать. Тут уже нужно 109. Все, здесь рабочих наплодили. Перегрузка. А что случилось-то? Что случилось? Стой, стой, не спеши. Из-за перегрузки доверие снизилось. Аккумулятор не работает по причине аварии. Ну и как бы... По перегрузке-то почему произошло? А, вот эта штука построилась. Е-мое. Вот это я прощелкал моменты, что она будет жрать дофига всего. Сейчас как бы нас... Не убила эта история. Идется строительство. Но мы сейчас можем ее выключить. Все, выключили. Вернем питание. Потом включим. Но люди уже расстроились. Осадочек остался. Перепрочность корпуса полетела. Пока идет стройка панелей. Да. Не так-то просто. Давай еще воткнем один. Хотя один склад еще воткнешь. Это еще рабочие нужны будут. Пока не будем. Не работает ферма из-за бастовки. Люди, которые бастуют на предприятии по производству еды, не думают об одном только что. Они делают еду для себя. Если они побастуют, а потом они помоют с голодухи там. Кстати, закрылся квест на пять сотен криокапсул. Но мы еще все равно не все вывезли. Так что можно повывозить. Есть батарею построили. Включаем эту штуку. Сейчас. О, плюс 39. Отлично. Все, полетели. Сейчас будут тоже ремонтировать. Корпус, я думаю, на этом мы выведем максимально в плюс. Озлобленные люди во втором. Нейтральные в первом. Во втором они, им не хватает рабочих. Естественно, понятно. 68. 20 человек рабочих из первой переводим во второй. Погнали. А нужно 60 еще. Ну, разморозка идет полным ходом, так что. Пришлем еще. Не волнуйтесь. В втором секторе закончились домики. У нас под них есть как раз тут куча места. И куча сплавов. Все уже работает вовсю. Баланс по еде только проверить бы. Сектор 2.6 делает избытка. И на станции 1.4 есть избыток. Все, с едой пока. Ну, затоваривание на складах не наблюдаю, но... Ну и голодных не наблюдаю. Так что с едой справились. Теперь осталось только разморозить новых работников. Чтобы люди во втором секторе не серчали. И все. И все. И тогда уже наступит наконец-то стабильность. И можно будет прыгать. Вот не знаю, как еще лед брать или нет. Или как бы свете. 180 390 Еще 40 человек можем переселить, а работников нужно еще... Ну, столько и нужно. 40 и нужно. Нам столько и не хватает. В смысле, столько домиков и есть. В общем, нормально. Сейчас все исправится. Пока-нибудь там бастуют. Да, еще 20 отправим сразу. Уже будет сотка. Популяция заправится. Популяция заправится. Популяция заправится. 2, я думаю, хватит. Ну и все, кстати. Тут тоже уже не бузят. И тут не бузят. Но доверие все равно еще не очень. Потому что пока у них чуть-чуть переутомления. Ладно. Чуть-чуть. Чуть-чуть потерпите. Еще 20 рабочих. Давай закинем. Любых. Я любых. А нужно только рабочих. Блин, я до этого не рабочих отправил. Просто два раза неправильно сделал. Поэтому не увеличилось. А население увеличилось. Это мне два домика сейчас не хватит. Давай еще тогда ставить. Тут оставим дорожку. Аккумулятор сдох. Да где есть рабочие? Я опять не тех отправил? Нет, рабочих отправил. Еще 40 рабочих надо отправить. Блин, опять не тех. Стой. Что ты не запоминаешь предыдущий выбор? Собака. Ну ладно, сейчас они доберутся. Точно уже должно быть все нормально. События. Доверие упал ниже 33. Ё-моё. Те члены экипажа Тайкуна, которые поддерживают ваши решения и следовательно решение корпорации Долз в меньшинстве. Согласно поведенческой модели, если доверие продолжит ухудшаться, экипаж с высокой вероятностью попытается нарушить целостность вашего тела. Что же касается ваших моральных качеств, не беспокойтесь. Для вас уже придумано множество прозвищ. Восстановить до 50. Давай попробуем. А как это сделать? Так, ну от нейтральных идет плюс 0,8, да? Ну этих в нейтралку вывести. Другой вопрос, что времени может не хватить. Сейчас-то падает, а нужно успеть вывести как минимум в плюс. 57. Ну вот 105 уже есть. Че еще 20. 85. Почему из сектора? Блин, а почему? Ой-ой-ой-ой. Я туда-сюда их гонял, короче. Хотя, да, вот, блин, вот поэтому оно и никак не наберется. Какой сектор выбран, оттуда идет переселение вот здесь. Очень зря оно не запоминает настройки последнего переселения. Вот я несколько раз в эту историю втух. Сейчас, поэтому вот так все. Ну ладно, вот теперь точно все. Теперь сейчас точно сюда приедут рабочие. Тут нехватка, а тут 125. Все, здесь рабочих дофига. Больница. больницы нету, что ли? Была же больница. Есть. Все лечатся. Тут еще 11 рабочих мы делаем. Сейчас разморозим тут рабочих, все будет нормально. с жилплощадью нормально тут, нормально тут, и вот тогда, и вот тогда должно стать хорошо. Ну, плюсом сейчас еще сделаем здесь вот такую штуку. Вот она хорошо зайдет, даст сразу плюс единицу. потому что уже 26. Так, ну а чем вы недовольны-то? прочность корпуса выше 25. Прочность корпуса вообще уже почти на максимуме. Эта штука даст единицу, сейчас в ноль выйдет. Еще одну такую штуку, что ли, построить вам? да уж, вот это я поднял, я за 10 циклов вместо, не то, что до пятицей не поднял, я уронил еще на 10. минус 0,2 плюс 0,8 ну, штука даст единицу, выйдем в плюс 0,8 значит, плюс 1,4 даже, вот так вот, на 9,05 все, теперь, теперь нужно чуть-чуть просто в этом состоянии понаходиться, чтобы тут был плюс и тут был плюс, и все будет хорошо. и пока мы выжидаем в этом состоянии, две деталюхи, еще построим батарейку солнечную, как у нас с ресурсами, этих вывезли, этих вывезли, этих вывезли, сейчас, видимо, возим водород, а это очень не возим, капсулы везде валяются, да, водород уже возим, кстати, тоже, он просто не показывает, потому что он не на складах, а валяется вот тут, можно взять еще один склад, хотя, ничего строить не хочу сейчас, чтобы не начался рушиться хрупкий баланс работников и граждан, так, кстати, надо выключить эту штуку, чтобы не рушился баланс, то сейчас наделают лишнего народа, так, трех не хватает, а здесь как раз лишних, ну вот десяточку я еще с первого, второй отправлю, только рабочих, тогда тут будет 240, 230, здесь будет 130, нормально, причем тут и тут рабочие места есть, больных еще надо, чтобы излечили, и все будет путем, 35, на десятку выросли за 10, так, сейчас доход к нему сделаем, один из дна, вот это можно фигню, в секторах с особой специализацией, ну давай здоровую, так, не там только, вот тут, воткнем еще вот эту приблуду здоровую, пусть смотрит на всех, кто входит, а она неровная такая, прям по центру бою воткнуть хотелось, по центру не получается, тогда давай в другое место воткнем, 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 что она нам даст тоже хороший бонус, пусть пусть вон туда смотрит, туда развернем, вот, все, вот эту штуку сейчас воткнем, она нам даст еще плюс единицу, чтобы успеть выполнить 50, 42, это не факт, конечно, что мы устроим, успеем ее построить за эти циклы, но рискнем, шестеренки надо отправить на экспорт, вроде отправляются и так, а, вот так надо сделать, типа мы их принимаем, а там мы их отправляем, полимеры, кстати, тоже можно вывести сотку, 3,9, сейчас трянем мы сейчас с этими шестеренками, микросхемками, микросхемки не успеем подвести, 48, ну, и без них успеем, ну, на минус ушло, что случилось, нормально же оставалось так, два этих, чего вам не живется, второй сектор, чего не хватает, что он надо, 250 не вскрытых, а, эта штука навернулась, вот теперь не успеем, хватало по времени, два цикла по проценту как раз был нормальным, теперь, скорее всего, не будет, 1,7, тут упал на 3, два цикла нужно, что с микросхемами, чё с микросхемами, не пролазит, микросхемы, сейчас они опять, но они, наверное, процентов на 15 окрысятся, за то, что я не успел, 49, да, из 50 сделал, вот успел, но чуть-чуть не успел, ну ладно, на самом деле, я думал, провалится вообще, эту фигню тут оставим, чтобы суммарно, пускай, пускай будет, раз всё время какие-то недовольства возникают, памятник, оставим, пусть будет, тут, со всем разобрались, с тобой что не так, недостаточно углерода, у нас нету склада для углерода, понятно, но мы вроде же нашли его, нашли и как будто даже возим куда-то, думаю, можно вывести отсюда, возьмём углерод, вывезем микросхемы, тут мы вряд ли что-то будем строить, хотя какие-нибудь апгрейды, может быть, будут для микросхем, но пока нам точно тут не нужны микросхемы, полимеры конкретно так иссякают, тоже не везёт, нифига, всё, корпус в максимуме, ура, корпус отстроили, доверие растёт, но вот теперь можно сказать, что с кризисом мы справились, понадобилось немало времени, чтобы его преодолеть, но тем не менее, проверяем ещё раз наших граждан, тут полно, тут полно, немножко больных, но в целом, у них недовольство из-за замороженных, из-за того, что мы здесь долго, кремний вывезем, так, этих вывезли, чуть-чуть ледок, чуть-чуть водород, так, убираем, этого нету, вот так вот надо собрать, потому что из этого мы будем делать микросхемы, однозначно, из этого полимеры, которые тоже заканчиваются, а полимеры нам нужны на солнечной панели, если мы далеко улетим от солнца, нам нужно больше будет солнечных панель, возможно, их производительность прямо в моменте упадет, можно, конечно, на этот случай аккумулятор еще воткнуть парочку, может быть даже, 3х3 аккумуляторе занимает место, так, жить рядом с аккумулятором не хотите ли, но опять же, они по секторам работают, все заряжено, один на сто, а тут всего один, что ли, тут было два, тут даже три, что-то взорвалось, тут тоже что-то взорвалось, никак не увезете отсюда шесть микросхем своих, причем я даже снял уже галку, а уже углерод везут сюда, а это все равно не вывозят, как так-то, из-за вашего систематического равнодушия к проблемам, с которыми сталкивается экипаж, и группа экстремистов устроила взрывы и пожары в нескольких сооружениях, понятно, очень жаль, особенно учитывая, что как бы все нейтральные, кто же там недовольный-то, все, углерод вывезли, сейчас вывозим, кремний, на следующей серии будем прыгать уже, лед, не знаю, жили без воды, и дальше можем жить без воды, видимо, интересные места все открыли, запасы сплавов у нас нормально, когда-нибудь даже, вот это достроится, фиговина, можно на самом деле прямо сейчас воткнуть в завод, чтобы начать делать микросхемы, посмотрим на него, 30 рабочих, 30 энергии, блин, ну и здоровый же ты тоже за разом, переселяем сюда 30 рабочих, сектор 1, сектор 2, только рабочие, начать переселение, здесь размораживаем еще, еще 30 рабочих, ставим еще склад, это еще 10 рабочих, вот здесь интересно, получится ли сейчас из первого сектора, ага, не получится, потому что на складах нифига нету, нужно сначала сделать склад под, под кремнием, потом сделать отсюда выгрузку, из первого сектора, во второй, завозить все максимально, здесь включаем прием, что ты делаешь, ничего не делается, значит склад не готов, потому что понятно, все рабочих хватает, здесь еще 20 человек делаем, вот теперь, теперь копим, ну конечно сюда воткнуть тоже транспортные корабли, чтобы сюда прям рез и везли, перегонять, это прям очень долгая морока, но строить еще один шлюз, 12 человек, 14 энергия, везти сюда быстрее, конечно, в смысле, из сектора дольше, дорогу не сломает, нет, дорогу не сломал, еще 12 работников, из первого сектора, погнали, так, пожилют как, даже домов не хватает, быстренько отстроили, теперь надо сейчас сделать здесь транспортник и раскидать каким транспортником что собирать, углерод нам нужен здесь, а кремний здесь не нужен, все транспортники которые сейчас летают, а уже поздно, мы уже собрали весь кремний, на самом деле, уже нету выбора, собирать не собирать, уже просто не осталось кремнием, напрасно я строил тогда эту большую фиговину, все равно мы через нее ничего не закинем, ну и ладно, значит, в целом справились, корпус, ну, чуть-чуть просел, хотя нет максимальный корпус, максимальное доверие, все нейтральные, не счастливые, но нейтральные, тем не менее, сейчас это разродится, доставка сюда кремния, здесь произведется пара микросхем, построится еще одна штуковина, будут все еще счастливее, и будем прыгать, я думаю, еще, сейчас, после выключения записи, пособираю остатки, вот этого всего, чтобы добро не пропадать, и в следующей серии уже будем прыгать, так что подписывайся на канал, нажимай колокольчик, если нравится эта игра, в следующей серии у нас будет прохождение дальше по сюжету, пиши комментарии, ставь лайки, спасибо за просмотр, и пока!